Захотелось мне приобрести автомобиль. Мечту. Иномарка-кроссовер с дополнительным рядом сидений. Чёрного цвета. О такой грезил последние два года, рассказывает Сергей Солдатов. Пришёл в автосалон, обходительный менеджер рассказал о выгодных условиях и о том, что машину можно забрать в самое ближайшее время. Поговорил с семьёй, решили взять кредит. Тут же собрал все бумаги, взял, как говорится, кредит, оформил кредит. И как только были деньги перечислены в этот салон, любовь вся закончилась. Долг перед банком – 800 тысяч, и первый взнос по кредиту уже погашен. Второй подходит. А машина всё ещё в автосалоне, не пришёл паспорт технического средства. Сроки выдачи автомобиля и ПТС уже несколько раз переносили, уверяет автолюбитель. Крайний был 4 марта. Мне сказали, что вы покинули территорию, что ведёте репортаж без согласования с директором. В разговор с журналистами охрана вмешалась по требованию генерального директора. Значит, руководство на месте, и можно узнать о судьбе автомобиля. Мужчины друг друга узнали, но общаться перед камерой представитель автосалона отказался. Зовёт клиента в кабинет. Вы не скажите, мои документы здесь? Я вам сказал, вы хотите пообщаться? Пойдёмте пообщаемся. Я с вами общаюсь сейчас. Мои документы здесь? Пойдёмте. Я могу машину забрать? Пойдёмте пообщаемся. А вот общаться с прессой руководитель не согласен и на все уговоры дать объяснение в официальных комментариях отказывается. Может быть, комментарии, где документы, машины, что-то случилось? Ну... Слушай, массовый характер носит этот вопрос. Ну, мы об этом знаем. Мы об этом знаем. Руководство об этом знает. Но комментарии по этому поводу не дают. А вот в УВД официальные комментарии дали охотно. Жалобы на этот салон действительно есть. Ну, о случаях обмана говорить пока преждевременно. Ситуация действительно непростая. Она нам известна. В настоящее время в органы внутренних дел обратилось два гражданина. Нами проводится процессуальная проверка, о результатах которой будет сообщено дополнительно в установленном порядке. О возбуждении уголовных дел пока речи не идет. А вот на то, что недовольных клиентов становится все больше, на это указывают отзывы на интернет-сайтах. Среди прочих встречаются заметки. Обходите лесом. Хотите походить пару-тройку месяцев пешком? Вам сюда. Ни денег, ни машины. Впереди суд. Выбрал машину, оплатил счет. Но забрать желанный автомобиль не можешь. Нет документов. В прошлом году в такой ситуации оказались 168 клиентов автоваза. Тогда в городе поднялся большой шум. В полиции завели уголовное дело на руководство автосалона. Но предъявлять обвинение не пришлось. Продавцам и покупателям удалось договориться миром. И все желающие свои автомобили вместе с документами все-таки получили. Как разрешится сегодняшняя ситуация, пока не ясно. Однако всем клиентам, кому задержали машины, руководство автосалона обещает выплатить неустойку. Всем, кому чем-то провинились перед клиентами, мы всем неустойки выплачиваем. Людмила Алексеева, Василий Попурин. Новости Вологды.